В Красноярске завершился медиафорум Енисея РФ 2013. Накануне на красную ковровую дорожку за статуэтками и ценными призами поднялись десятки журналистов, телеоператоров и специалистов печатной прессы. Что подарили актулам пера, кто стал гостем церемонии и почему этот конкурс называют одним из лучших в России, узнавала Надежда Семензяева. Церемония награждения длится уже несколько часов. За это время на эту сцену поднялись десятки журналистов. Все они рассказали, что эти призы являются самой высокой оценкой в их творческой карьере. Статуэтки и благодарственные письма на этой почти красной ковровой дорожке получают операторы, журналисты, редакторы сайтов и телепрограмм, верстальщики газет и многие другие. Все они теперь носят звания лучших в своей профессии. Этой оценкой конкурсанты гордятся. Выбирали лучших столичные медиа-аналитики, медиатренеры, руководители высшей школы журналистики, директора различных информационных центров и многие другие. Этот конкурс журналистских работ стал знаковым и заметным в общероссийском пространстве. Ведь число конкурсов, которые в начале нулевых проводились в Москве во время кризиса, очень сильно сократились. Много разговоров ходит о том, что ТЭФИ уходит, ТЭФИ уже не тот, ТЭФИ сокращает, ТЭФИ неинтересен и так далее. Я лично так не считаю, но так или иначе об этом пишут, об этом говорят. Это очень важно, что у нас есть такой конкурс, это очень важно, что у нас есть такой форум, это очень важно, что мы можем собираться, обсуждать новости, те же самые и так далее. Конкурс журналистских работ – это завершающий этап медиафорума «Енисея РФ-2013». Сначала все российские и региональные журналисты съездили в пресс-турбо Красноярскому краю, потом посетили несколько десятков мастер-классов и семинаров. Медиатренеры рассказывают, что школы такого масштаба в России больше нет. Сейчас в целом Россия осталась, ну практически осталась без каких-то таких ярких и заметных общероссийских фестивалей. Они были, они были разные. Ну вот кризис там придавил, и что такое? Значит, значит, роль медиафорума, она еще больше уже лечит. Нам, московским людям и моим коллегам, которые работают на телевидении, гораздо интереснее ездить в регионы. Потому что здесь мы видим это удовольствие от профессии, желание ей заниматься. Действительно, истово иногда за не очень большие деньги следовать принципам, выяснять и бороться за чьи-то права. В Москве больше политической игры. Особенно важным признание москвичей показалось для журналистов из региона. Они представили на суд-жюри свои экспериментальные авторские работы, которые давно нуждались в оценке такого уровня. Есть такая проблема, что регионалы, они в принципе бьются в клетки новостного вещания, потому что на что-то другое, ни особых ресурсов, ни даже какого-то социального заказа нет. Хочется показать, что мы можем в своем регионе, в своем городе делать что-то новое. Победители получили вместе со статуэткой и дипломом планшетный компьютер, но рассказали, победа в этом конкурсе значима для них не призами. Она дала нечто большее, стимул развиваться в профессии. Дальше творчески развиваться. Я думаю, что новые победы у меня будут. Может быть не будут. И молодым операторам тоже будем. Стремитесь вот к таким вот наградам. Когда это оценивает высокое жюри, работу наших журналистов, мне кажется, это очень ценно. Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко пообещал, медиафорум ЕСРФ будет развиваться и дальше. Он был, есть и будет интерактивной площадкой, отвечающей на все запросы времени. Это надвигающая цифровизация телевидения. Это все большая роль и влияние интернет-технологии на деятельные средства массовой информации. Это тенденция к самоинформированию граждан. Я думаю, что все эти новые тенденции оставляют меняться вас, нас заставляют меняться, изменяться и нас, власть. Это должно меняться даже на нашем медиафоруме. Подготовка к следующему большому медийному событию уже начинается. У всех, кто очень хотел попасть на этот форум, но не смог, есть шансы попробовать свои силы в следующем году. Правда, начинать готовиться к следующему подобному мероприятию нужно уже завтра. Надежда Сементьяева, Сергей Леонов. Новости.